Сегодня, после перерыва, который связан с самоизоляцией, проходит заседание студенческого дискуссионного клуба «Политсковоротка», который уже на протяжении 9 лет существует в Казанском университете. Сегодняшний формат – круглый стол. Открытая дискуссия с приглашением экспертов и специалистов по сегодняшнему вопросу – существует ли свобода в интернете. Мы все ежедневно находимся под давлением большого количества информации, и каждый обычный пользователь очень много времени проводит в интернете в течение дня. И, естественно, проблема свободы выражения мнений и свободы слова, безусловно, очень-очень важна. «Политсковоротка» – это открытая свободная трибуна, где студенты и эксперты высказывают разные точки зрения. Это площадка для гражданского развития студентов, где они чувствуют свою сопричастность к острым проблемам, например, о том, как нужно вести себя в интернете. Я считаю, что свобода слова обязательно нужна, но другое дело, насколько мы в России готовы к тому, чтобы эта свобода слова была. Потому что, на мой взгляд, свобода слова нужно начинать с того, что родители должны грамотно воспитывать своих детей, объясняя им, что такое свобода слова, и что свобода слова, как и свобода в принципе, каждого человека заканчивается там, где начинается свобода слова другого человека. Приглашенными гостями были депутаты Казанской Госдумы, блогеры и, конечно же, студенты Казанского университета. Студенты уже могут с разных сторон каждый аспект подать. Я очень доволен по этому, что сегодня было для меня, для человека, в том числе, много занимающегося работой в социальной медиа, это очень интересное сегодня мероприятие. Из-за всех событий, связанных с коронавирусом, стало сложнее устраивать регулярные встречи студенческого клуба. Но, несмотря на это, при соблюдении дистанции и масочного режима встреча состоялась. И вот мы сегодня смотрим друг другу в глаза, высказываем свои точки зрения и мнения, вот, и сковородка кипит и бурлит, как любая сковородка, которая должна кипеть и бурлит. Валерия Кожевникова, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс.